Теперь давайте разберемся с еще одной возможностью, которая есть во View Например, у нас стоит задача с вами вывести какой-то HTML-код непосредственно уже в шаблон То есть, что я имею в виду? Например, в поле Data у нас есть элемент, который называется HTML И в нем хранится HTML-строка То есть, например, мы хотим также вывести ссылку на сайт Google То есть, мы здесь пишем тег A, закрываем его И также пишем href, допустим, он будет ввести на http.google.com И здесь мы пишем с вами сообщение Google И давайте, допустим, мы выведем, давайте назовем это дело все не HTML, а link И мы хотим вывести данный HTML в шаблон, например, в тег H2 Как мы это делаем? Мы это пишем фигурные скобочки И здесь указываем название переменной link И теперь давайте посмотрим, что у нас получится, когда мы обновим браузер Заходим в браузер, обновляем страницу И мы видим немного не тот результат, на который мы рассчитывали Мы видим, что у нас вывелась просто строка, которая представляет HTML-код То есть, нет никакого рендеринга HTML-а непосредственно уже в понятные для нас элементы Есть просто обычная строка Для того, чтобы нам вводить HTML подобным образом уже с рендериной Нам нужно воспользоваться другой директивой, которая есть в View Для этого мы очищаем заголовок H2 И здесь мы используем новую директиву, которая называется VHTML И как значение данного атрибута, данной директивы Мы указываем название той переменной, где хранится у нас непосредственно HTML-код То есть, в моем случае переменная называется link Здесь я пишу link И на этом все Данная директива, она забайндит значение link сюда И, соответственно, VHS поймет, что если мы используем директиву HTML То, соответственно, данное HTML нам нужно скомпилировать И теперь, если мы обновим браузер То, как вы видите, мы получаем здесь ссылку Google Если нажимаем на нее, то мы переходим на данный сайт Соответственно, данная директива, она служит непосредственно для вывода уже готового HTML-а Но обратите внимание на то, что ей нужно пользоваться крайне аккуратно Потому что, допустим, если вы получите с сервера уже какой-то сгенерированной HTML То злоумышленники могут воспользоваться данной конструкцией И, например, здесь появится какой-нибудь текст-скрипт Который может в дальнейшем каким-то образом украсть у вас данные Поэтому данной директивой нужно пользоваться крайне аккуратно Конечно же, Vue.js ввели некоторые защиты в данную директиву Но лучше лишний раз ее не использовать И использовать, соответственно, уже какие-то возможности внутри Vue.js и его шаблонизацию Но при этом стоит не забывать, что все-таки такая возможность есть И динамическую генерацию кода мы также можем здесь осуществлять Субтитры создавал DimaTorzok